Видите, коршуна сидит. Коршуна чаще встретишь в полях, но в последние пять лет эти птицы охотно перебираются в города. И даже вьют здесь гнезда. Еду находят в мусорных баках, в парках выручают люди, рассказывают о птицах барнаульский фотограф Евгений Богинский. Впрочем, не только с коршуном познакомились гости из Умрудного. Еще мы видели там, на травке была птичка, мы ее не сразу заметили, она замаскировалась. А что это за птичка, вам не рассказали? Это синичка. Да, синичка. В эти выходные в Умрудном отмечали День птиц. Разнообразие пернатого населения решили показать в одном из самых популярных парков. Сороки, дятлы, голуби и, конечно, воробьи. То, что для нас обыденно у детей, вызывает восторг. Слышал этот звук? Да, это птичка где-то. Коша. У мамы и пап такого восхищения не было, но и они с интересом слушали о жизни птиц. Правда, жизнь у пернатых тоже бывает невеселой. Некоторые виды уже большая редкость для парка. Сверстели бывают. Ну, сейчас просто видите, я бы они выпилили, как в свое время в Пашке. Таких птиц не стало. Около четырех лет назад вокруг Узумрудного развернулась целая история. Бывшие арендаторы вырубили больше 700 деревьев. В прошлом 2020 году ситуацию попытались исправить, высадив 75 молодых растений. Благолепие слегка вернули, а вот того же щура или певчего дрозда в этот раз дети не увидели. Да и взрослые давно перестали их замечать. А ведь раньше тут были длиннохвостые неясыти и залетал самый крупный из наших дятлов – жулна. В этом году тоже мы планируем посадить порядка 300 крупномеров. Думаю, что и яблони тоже будут в их числе. Поэтому популяция птиц в нашем парке увеличится. А пока что маленькие горожане с особым интересом помогают пернатам. Вместе с родителями развешали в Изумрудном почти 50 новых птичьих гостиниц. Чтобы весной птички прилетали и им было где жить. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов, День с толком.